АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В НСС-КОМИССИЯ ДВЕ ВОЛ ГОДУТЬ Потому что оказалось, что в списках неправильно обменем. Близ hvor я отказалась на участках штрафа с предстадательным комиссией, комиссия 1904, которую проводила за необходимые общеты. После разговора с предстадательным комиссией Мне почему-то стало понятно, что это очень интересное и взрослое. Когда начались такие пары, пошли уже избиратели, стало очень понятно, что эта комиссия спортирована из людей, которые глядятся сотрудниками в этом городском саду. А в этом году, как наблюдать, что это происходит, постарегач, которая леталась заведующей комиссией. И, в общем-то, было понятно, что существует некий уровень причинения, начиная с председателя комиссии и заканчивая членом комиссии. Я думала, что это неудобный и неудобный, возвращающийся. Первое, что он мне просто не рассказал, это обмена через просторика. Подошел мужчина с кровали. И член комиссии по правам пыталась следить ему и принятие. Потом она с этой неправами подошла в результате, спросила, что делать, а мы знаем, что по правам нельзя выдавать комиссии. И сказал, что выдавать. Член комиссии выдала комиссии, человек проголосовал по правам. Второй факт был совсем ясно от меня. Выручлен комиссии в парке Дрожья. И эта женщина, член комиссии, все время политически взяла для детей. То есть она что делала? Она животом выжимала для детей по столу, края по столу, отрывала, и для детей не рвался. Потом он ослеплял их респекты и давал голосующую. Понятно, что это не тем, что это страшно. Сначала я думала, что это измечаемость, потом это стала неизмечаемость, а почему-то любитель не рвались у людей, которые были моложе 50, приблизительно моложе. Потом к этой женщине и дочине подошла бабушка с несенным удостоверением и с копией паспорта. Мы тоже знаем, что экспрессионного распределения в истории паспорта и взяла. Экзаменская комиссия распределилась, что да, можно. Но тут уже я начала заряжаться очень сильно. И бабушка разомнилась и ушла. Видя, что я такой очень необыльный член комиссии, заведующая садница, решила от меня избавиться. Начала звонить правоохранительные органы, и говорила, что на участке повесочной комиссии, в угольном объединении, я попросил, чтобы приехал в милицию с алкотестером, и чтобы меня забрали. Вот. Но получилось. Дальше всем покажал. Самое интересное было тогда, когда уже посчитали голоса, уже запаковали полетельник, пачки, и раздали всем членам комиссии вместе с наблюдателями, в планке. Вышла секендарная комиссия, начала зачитывать цель, который послушно отписывал на тысячную комиссию. Мы дошли до старших правовика. Голосов было 258, а перед вами было 306. Все записали. Потом, видимо, понимая, что что-то будет не так, запретарь отошла, начну шутаться с председателями комиссии, совместителем. Надо признать то, что время уже было. Это было запомночь, это было в 2 часа утра, 5, 6, он уже устал. Вышла и наносила цифру 306, и справит мне 506. То есть плюс 250. Ну вот, потому что мы все... Мы выглядела на него вообще. Чемчанарем взяла корректор, и прямо в комитете то есть у нас зачеркнула вот эту троечку, а там прямо в комитете цифры, там же еще и буквы записаны, оказались. Значит, это было зачеркнуто троечка, вставленную троечку, и 300 было зачеркнуто, не зачеркнуто, корректором и справленный, и следствием написано 500. То есть вот так вот на ровном месте были записаны 200, просто. А если мы видим, на процентное отношение, то, что мы написали, выписали, выписали, выписали. И по реальному, можно было говорить о том, что, когда есть небольшое преимущество, это уже по-настоящему нескольк относительно, оно было подделано, путем коллектора, и следствием выписали. этих людей, я принесла, что, ну, пусть вы увидели, пусть вы увидели, и, да, спасибо, спасибо. Я просто хочу несколько слов сказать, как велась эта компания. Во-первых, хочу сказать, что часто обвиняли меня, что мы использовали административный ресурс, я так считаю, что у главной администрации никакого ресурса нет, потому что у меня нет службы, на котором я могу указывать, за кого-то голосовать или нет. Но я вам заметил, четкие, у меня было чувство несправедливости, ощущение несправедливости, от того, что происходило. Из тридцей каналов, которые действуют в Одесской области, полноценную рекламу одного конкретного кандидата, Воровика, согласился разместить, согласился разместить только один канал, на половине второй, остальные или полностью отказались, или в резко урезанном виде, и после долгих отговоров, и после долгих отговоров, только последний день. Это раз. Во-вторых, мы знали, что возле поручения дали нам всем ЖЭКом, и начиная с ЖЭКом, заканчиваясь дворниками, там детсады, школы, и так далее. Районов, Рунов, все эти структуры, которые работали в четверговом направлении. Но я не буду просто спекулировать, я хочу просто ознакомить вас с 8 членов протоколов комиссии, и мы должны понимать, что здесь происходит. Вот, что отчет говорил Алексей. Есть два протокола, есть один протокол, официально все подписаны, где написано, что Боря Вик получил вене, Круханов получил Учитывая, Вик полученной дорогие все учитывали на рельеф, Есть второй протокол, тоже подписанный членом комиссии, приблизительно тоже время. Чистым буквой написано 506 голосов. Нам очень повезло, что она была там и она смогла это сделать. Я хочу сказать, что большинство комиссий, наблюдатели и представители муравейка не было разным причинам, темпическим и другим политическим. Затем, второй протокол, который у меня есть. Тут переправлено количество куханов, баланс не западает. Добавлено 100, 150, я не знаю, 200. 646, но переправлено. Я вам сейчас на этот поворот торгую, я все четко написал. Единственный кандидат, который переправлен куханов, 646. И баланс не западает. Третий протокол. Опять таки, у Труханова. Председатель комиссии просто рукой переправляет, а еще печать ставит. То есть все равно плевать, что остальная комиссия посчитала. Вот она так считает, что у Труханова должно быть больше. Переправляет рукой и печать, что правильно так и должно быть. Я так считаю. Еще. Тоже самое, та же самая история из другого участка. Переправлено рукой. Председатель комиссии. И печать. Я так считаю. Плевать, я хотел, чтобы писать. Вот я вот так считаю, что Труханова должно быть хорошо. Еще один протокол. Рукой переправлено опять, Труханова. И опять баланс не западает. Почему? Никто больше не переправлено ни в одном из этих протоколов. Еще одна комиссия. Опять таки. Рукой переправлено печать. Итак, дайте. Итак, у нас 8, 8,4 протоколов. Практически почти каждого везли. Там есть, по-моему, один из двух архивалов или кто-то еще. Все остальные почему-то и баланс нарушен, и есть переправлено в пользу одного комиссия. Действующего везли. Вот это факты, как проводилось и проводились в Уживании в Одессе. Я хочу сказать, что в 2004 году в Украине была революция. В 2004 году выборы Янукович проводил один к одному вот по этой технологии. Ивалов, не безизвестный. Один к одному. Я был активным участником революции оранжевого. Я хорошо знаю, против чего люди протестовали. Вот против этого. Так, вот точно в таком проценте, точно в такой форме Янукович переправлял и фальсифицировал свою пользу в 2004 году избирательной бюллетии. В помощи Ивалов. Мы в 2015 году сейчас находимся. И в 2015 году в городе Одесса действует один к одному режим избирателей, который существовал в период оранжевой революции, который вызвал оранжевой революции Украины. Я не говорю, что должен был выиграть этот кандидат. Я считаю, что, совершенно четко, все exit-полы. В первый день сами зашел собирать два независимых экс-пола, которые проводятся здесь. Вот оба достойны доверия. Показывали одни цифры. Что действующий мер не перешел в 50-процентный барьер. И разные были цифры. В 45-процентный барьер, в 46-47, но однозначно не приходили. Когда Яковлев на самом деле посчитал, что уже второй тур, один мой одесский знакомый, хороший, умный человек, интеллигент, и сказал, «Да не спешите вы, Михаил Николаевич, вы увидите, что сейчас начнется. Это Одесса. Сейчас начнется, главное». И он был правом. Я не мог бы сказать, что так это возможно. А началось то, что сейчас продолжается в митеральных комиссиях. То, что сегодня город хочет сразу подвести итоги. И я не говорю, что в результате второго тура должен был победить Боровик. Совершенно этого не утверждаю. Я вполне допускаю, что мог победить Труханов. И более того, наверное, были у него хорошие шансы победить. Все-таки действующий мер. Боровикам почти никто не знал несколько недель тому назад. Новый кандидат, новое лицо. И удивительно то, что он получит столько процентов, сколько получит. Я объяснил третьей следующей мер, Боровикам, что есть четкие индикации, что есть нарушения. И призвал его, призвать всех своих этих членов комиссии, не нарушать закон, идти на второй дом, и там, если его победил, у меня не было никаких проблем, несмотря на все свои резервации по отношению к тому, что они делали в городе. И все равно это было бы законно, все равно это было бы честно. Все равно, ну, относительно честно, учитывая избирательную кампанию, не до конца честно, но все равно приличия были бы соблюдены. Но они пошли, обычно путем, они не могут ни красить, они не могут у людей не отмираться. Они украли у нас дороги. По каким дорогам, по каким дорогам мы ездим, вот здесь, в городах, в которых столько доходов. Почему эти ужасные дороги? Потому что его компания делает только. Почему такое ужасное освещение? Потому что только его компания освещает. Почему такие плохие детсады? Почему такие плохие школы? Потому что одна и та же маркет, одни и те же водители, одни и те же воры и жулики всем заправляют. Они заправляют городским хозяйством и они заправляют выборами. Вот что происходит сейчас. Я думаю, прекраснейшим городом Украины. Считают прекраснейшим городом Украины, где живут очень хорошие люди. очень хорошие, которые очень правильно голосуют, кстати. И сейчас мне говорят, ну давайте, ну, на идее, признавайся, чтобы ты проиграл. Я никогда не признаюсь, что Одесса должна проиграть. Я считаю, что люди, которые здесь живут достойны настоящей жизни. За неделю, да, два субъекта занимаются фальсификацией в основном и их выборами. Два субъекта. Это некий приндак, который был приятный ночью, два года исполнял его на обязанности меры. Который заправляют жеками, всеми аркзенками, всеми остальными. Который прямо до консульции. И всем известный криминальный авторитет Ангер, тот же Ангер, который терроризировал, что Одесса в 90-х годах, на который прилетел 8-9 годов в Одессу, в частном самолете в Лондоне, улаживать вопросы выборов. Против нас масса. И против государства тут воры и жули. Против демократии тут люди, которые не умеют не красть, всю жизнь крали и будут продолжать красть. Я считаю, что просто мы не должны этот прекрасный город отдавать на отпуск в ворах. Я все буду делать для того, чтобы вернуть город Одессу и всю область людям, чтобы этот город работал на людей. Не на жуликов и на воротах, на людей. Чтобы здесь были лучшие дороги, здесь были лучшие школы, все лучшие детсады. Чтобы пенсионеры лучше всего себя чувствовали. Что здесь было настоящее развитие, а не это, что одни и те же люди строят, а больше никто ничего не строит. Уничтожают центр Одессы. В каком состоянии центр Одессы? Неужели это не убивает? Любого человека, просто души любого человека, который на это может смотреть. В каком состоянии Дума Руссова? В каком состоянии Дума Руссова? Почему они все это уничтожают на наших глазах? Потому что они воры и жулики не могут уничтожать. Воры и жулик ничего не могут создавать. Он может только красить, разрушать, врать и пускать в глаза и хапать, хапать, хапать себе и других членов своей команды. Поэтому я не буду с этим мириться. Кто бы что ни говорил. И эта система должна, эта система в Рау Шулькова, эта система должна быть разрушена. Если мы хотим строить и развиваться. Поэтому я считаю, что на самом деле не просто в этом конкретном случае. Потому что это реально, это выбор, это очень важно. Но это отдельный эпизод того, что здесь происходит. А здесь происходит между собой. Каждый договаривание, каждый руку вам договаривается. Рука руку ноет. Все довольны, все счастливы. И все молчат, когда дело на сайте общественной текции. Я не буду молчать. У меня нет. У меня есть много людей, которые не будут молчать. В этой стране случилось два Майдана. В этой стране и в городе Одессы живут очень хорошие люди. Так давайте им не только мы, не только прокуратуру, которая должна заниматься, милиция, полиция, а общество, люди, всех возрастов, которые просто надоело, чтобы над ними издевались. Это же гумление над людьми, когда у них разу красота. Вот так, какая-то свора, которая просто, клиптократа, которая просто каждый раз страла и другую краску. Они иначе не могут, да они не могут. Вот руки так устроены. Мозги так устроены, если у них есть мозги. И каким образом, я еще раз говорю, мы оставим вам эти протоколы самолопиющие. Все патиты нарушены в одном слое одного кандидата. И когда мне говорят, что мы должны пересекнуть, эти милиции не будут. Прошло оставить свои милиции за 3 дня в течение 3 дней после этого. В течение 3 дней после этого. Сейчас я не знаю, какие манификации делать. Они все в виде контроля. Но я думаю, какие бы манификации они делали. Чтобы они не фальсифицировали. Мы должны все поменять. И в Одессе, и в целом стране. Когда-нибудь, когда-нибудь. Должны эти вещи проводить люди, которые просто будут служить обществу, а не собственным карманом и собственным частным тормозом. Им интересно, тем более каким-то пландитам и кланам, которые могут приехать. Можно приехать из Москвы, откуда угодно, из Донецка, из Донецка, какая разница. Жить на городе. Или мы, если вы считаете, а или чего вы думаете, приехал этот ангел сюда, чего займется. Что и в Одессе, и в Суху. В 90-х годах они другими методами общались с людьми. А сейчас здесь прекрасно, зачем грудей даже тоже не надо грабить. Можно спокойно запустить руку в бюджет. Может, сейчас даже костюм нужно жить. Но делать абсолютно один-то, ну-ка, каждый раз в ради бюджета, крабить, хапать и потом на выборах вот эти все жалкие гроши платить и обратно покупать себе власть. В городе и в других на других, на районе, на другому другому. Вот статус ООН должно быть изменимо. Я уверен, что в стране достаточно разумных сил. Я очень рассчитываю на правильную реакцию и, естественно, надеюсь, судебная система, но однозначно людей, которые в стране принимают решения, начиная от президента. Я знаю, что в стране достаточно и здоровых сил, и патриотических сил, и порядочных людей, которые это все вместе с нами поменяют. Я очень извиняюсь, я оставлю вам бумаги, я не буду... Спасибо большое. Спасибо.